Итак, всем привет, с вами Допгейм. Продолжаем играть за Индию в Викторий 3. Продолжаем устроить нашу империю по продаже опиума. Пока что мы опиум не производим, но потому что нам нужно подготовиться к этому. И мне подсказали в комментариях о том, что можно нажимать вот эту кнопку и интегрировать, я так полагаю, страны, да. Это, конечно, прекрасно, но жаль, что игра об этом нам нигде не говорит. Давайте подумаем, что мы хотим присоединить. Ну и самый большой здесь биконер, я посмотрел, поэтому давайте начнем с него. Да, прекрасно, мы будем просто нажимать эту кнопочку, я так понимаю, каждые два года и присоединять страны. Это достаточно удобно на самом деле. Ну а параллельно будем откисать потихоньку, вот без чести у нас всего очень много. Подстроимся в бюрократию, как мы собирались, да, чтобы налоговые потери прекратить. И надеюсь, в этой серии мы уже сможем все сменить традиционализм. Возможно, налогоположение и, конечно же, очень-очень нам нужно сменить школы. Это мы будем, собственно говоря, следующим и пробовать сделать. Поехали. Смотрите-ка, Франция хочет подчинить дай нам. И, блин, мне бы хотелось бы им помешать, наверное, но вряд ли получится, да. Наверное, стоит подождать, когда мы станем посильнее и тогда уже вмешиваться. Пока что пускай они получат дай нам, получат договорный пост, а мы будем стараться захватывать все остальное. Как минимум большую часть вот здесь вот Бирмы мы подзахватили. Это уже приятно. И вот мы приняли аграрность, ура. У нас скопился уже инвестиционный пул в полтора миллиона. И нам его можно будет начать тратить на фермы как раз-таки. Ну и самое главное, мы вот здесь вот себе потенциал налогообложения очень жестко сейчас подняли. Единственное, у нас вместе с этим бюрократия также улетела. Потому что, да, здесь вот на население меньше тратилось бюрократия. Так что мы, конечно же, сейчас подстроим себе домиков новых. Очередных. Даже с запасом, я думаю. Тем более, что мы еще собираемся себе качать какие-то... Так, а мы где? А, мы здесь и строим отлично. Здесь построим сейчас бюрократию, потом здесь, видите, угли я строю. Делаем наш шрюнок, во-первых, немножко независимым от Британии, а, во-вторых, покрываем, в принципе, то, что на нашем общем рынке пока что не хватает. Потому что, когда мы отколемся, мы очень много товаров не увидим больше. А мы, очевидно, хотим отколоться. Также тут уже можно железнодороги начать строить. У нас, видите, не хватает. И смотрите-ка, как приятно. Мы уже не платим за эту постройку. Наконец-таки мы начнем потихоньку исполниться с деньги. Хотя все еще, конечно, медленно. Единственное, я подумал, что стоит, наверное, сделать не так. Не в Анхре это строить, да, потому что у нас здесь под налогообложению. А нет, смотрите. У нас все еще не хватает, почему я так здесь... А, ладно, все. Все тогда правильно, да. Мы будем продолжать строить здесь, чтобы у нас еще и потери в налогообложениях перекрывались. Параллельно можно тут немножко попользоваться благами общего рынка. Наши новые методы производства везде расставить, да. Всегда это очень приятно. Смотрите-ка, у нас закончилось укрепление колонияльной власти, да. И мы можем все взять что-то. Просто при соотношении с всеми, либо промышленников качнуть. Ну, конечно, промышленников качнуть. Что-то вообще за выбор. И с первого, как обычно, не принимается. Минус время принятия зато. Ну, не так плохо. Давайте. Кстати говоря, промышленники стали теперь популярнее интеллигентов, поэтому они теперь в правительстве будут сидеть. А землевладелец все теряет и теряет свое влияние. Этим я очень доволен. Вот, кстати говоря, мы открыли уже земледелие химическое. Это нам тоже немножко поможет. Но, на самом деле, мы очень мало производим зерна. Это забавно. Но я думаю, что мы очень много производим просто его с натурального хозяйства. Достроили мы бюрократию нашу в Антхре. Все еще не хватает. Теперь застраиваем северную Бенгалию. Потому что тут, видите, тоже потенциал налогоблажения обвален просто жесть. И мы уже в очень уверенном плюсе, благодаря этому, можем, на самом деле, вернуть еще одну... Еще одну постройку здесь вот. Я сносил немножко. А если очень сильно захотеть, то мы можем даже вернуть две, я думаю. То и три. Так, вот здесь вот Британцы меня просто убили своими вещами. Если я раздаться... Ага, мы не можем пока что. Британцы решили... Отменить рабство в Индауре. Плевать на Индаур. Ну, то есть в моем... В моей леонетке. Хотя я доминион, да? И освободить... Из своего... Доминиона... Вы же доминион, верно? Верно. Из своего доминиона высвободить страну, которая будет просто независимой. Что, Продоксы? Я понимаю, если бы они, не знаю, что-то там на меня еще пожестче навесили или что. Но они же себе просто... Типа, ухудшают свою марионетку. Свой доминион. На хрена это? Ну, мы независимость поставим. Плюс репарации, окей. Ну, вот было бы круто взять вот этот договорный порт, да? Но мы его не можем взять, очевидно. Так что, ну, репарации и независимость, что поделать. Я уже переключаю свою армию на застрельщиков, собственно говоря. Можно вот этот тоже переключить. Единственное, я подозреваю, что нам все равно... Этого не хватит, да? Чтобы прям... Хотя, нет, в принципе, хватит. В принципе, нам хватит наших регулярных частей. Британцы все высадить не смогут. А там на высадке их как-то размансим, я думаю. И мы пока что продолжаем исследовать. Я вот исследовал архив. Должен еще больше стать денег в теории. Нужно продолжать, я думаю, исследовать производство. Нужно строиться больше. Ну, походу, мы сейчас независимость обретем. Британцы еще на эту кучу денег, я думаю, убьют. Ну, у них есть лоточки, так что они, скорее всего, высадятся. Единственное, нам бы в теории можно было бы мобилизоваться, но пока что пофиг. Кстати говоря, наши индо-китайские генералы распределили между собой войска. Молодцы. Особенно меня забавит так, что несмотря на то, что мы воюем с Британией, у нас нету производства собственного боеприпасов, потому что у нас нет еще такой технологии, мы вполне себе успешно используем британские боеприпасы с британского рынка. Ну, собственно говоря, а почему бы и нет, верно? Смотрите, как подросли наши доходы. Наверное, как раз-таки, да, в основном от налогов, потому что мы эффективность везде повышаем. И это значит, что мы можем еще подстроить наши сектора. И говоря, школы получили по плюс 10 с каждого прока. Приятно, возможно, мы в следующем, ну или где-то близко, сможем наконец-таки их принять. Было бы уже полезно. Ну и пока ничего не происходит, и Британия теряет своего инстанта, потому что она не контролирует цели. Ну, окей. Удачи, удачи, как говорится, этим ребятам. Они даже не высаживаются все еще. И да, вот, 35% я подставил еще интеллигентов сюда. 35% у нас есть образование, отлично. Это значит, нам нужно сейчас срочно достраивать еще больше бюрократии. Пожалуй, все так же, наверное, в Северной Бенгалии. Хотя давайте в Дели еще. Или Дели. Я не очень помню, как правильно ударение ставить. Давайте тут еще бюрократию тоже подстроим. И я думаю, сможем мы после этого, или возможно еще одного стыда, поднять образование дальше. Ну и нужно будет, очевидно, поднимать еще дальше. Смотрите, до свободной конкуренции мы не сможем, да, пока что пройти. Но вот налоги на душу населения поставить, я думаю, мы сможем. Так что давайте к ним и пойдем. Вооруженные силы поддерживают, селяне поддерживают. На них мы, пожалуй, и будем ориентироваться. Во принятие этого закона. Потом подставим еще селян дополнительно. Я думаю, мы примем буквально с первых нескольких бюроков. Добавный факт, можно сделать вот такой вот мир. Отмина рабства в Индаури. И при этом... Можно вообще даже вот так мир сделать. Это прикольно. Я бы сделал такой вот мир. То есть репарации, независимость. Ну и пускай уже в Индаури там отменят рабство. Я не против. Отменили бы у меня, я тоже согласился. Ура, товарищи. У нас есть бюрократия на первый уровень образования. Ну, я имею ввиду, на первый апгрейд уровень образования. Это приятно. Мы, в принципе, уже начали повышать этот уровень. Станет еще лучше. Ну, Британия, я думаю, скоро сдаться. Ну, как... Относительно скоро. Потому что через какое-то время у нее начнет тикать еще. Хотя нет, не начнет, забавно. Ну, в один момент точно захотят они мириться. Заметил, что я забыл поставить все в области. Так что стартуем это. Я подозреваю. Хотя у нас, видите, текстовый рынок почему-то слабый. Даже вот здесь вот. Очень странно, почему это так. Господи, почему у нас так все плохо с налогами. Вроде были хорошие шансы. Но, верим, все еще в шансы. А еще мы открыли вот этот новый метод. И теперь тоже кучу просто бюрократии получили. Можем ее опнуть. Получили заполняемые кротеки. Ну, берем, конечно, эту теху. И, блин, у нас 82 тысячи забирает Великобритания. Даже в войне. Что это за бред? Мы находимся в войне. Почему они у нас все еще забирают деньги? Из-за этого у нас, видите, баланса не хватает. Хотя, ну, на самом деле экономика у нас достаточно хорошая. Кстати, как говорят, Британия взаймы идет. Смотрите, плюс 17 от займов. Я не знаю, сколько это. Но они идут взаймы, забавно. У них, кстати говоря, ВВП растет очень уверенно. У нас меньше сейчас растет. Ну, потому что мы занимались как раз-таки бюрократии сейчас очень много. Не строили особо фабрики. Не строили какие-то там фермы, шахты. Мы строили очень много бюрократии. И поднимали как раз-таки доходы от налогов. И, ну, достаточно неплохо поднимали, я вам скажу. Но это все украла Британия. Пока, наверное, стоит вообще приостановить постройки. Пока мы не станем независимыми. И потом уже мы продолжим все это делать. То есть нам надо будет, скорее всего... Господи, хватит плохих ивентов, законы. Скорее всего, нам придется очень много чего достраивать на нашем рынке. Ну, увидим, как бы. На самом деле у нас производство мака огромное. И Британия, как только нас потеряет, потеряет очень много торговых путей. И, в принципе, товаров. Единственное, мы можем, на самом деле, железнодороги строить, продолжать, да? За инвестиционный пул я это сделаю. И на самом деле мы можем взять какое-то хозяйство тоже строить. Так что мы это тоже, пожалуй, сделаем. А это значит, что пришло время мака, ребята. Пришло время. Так вот у нас будет выглядеть репостройка. Но, опять же, она закончится, когда он закончится инвестиционный пул. Потому что мы пока что не очень себя комфортно чувствуем по деньгам. Все, наши налоги задушили до конца. Просто жесть. Хотя шансов позитивных было больше, наоборот. Но в пропорциональной тени не хочется пока что вообще. Блин, это было очень грустно. Особенно конверсу мы не сможем. Давайте потомственных чиновников попробуем сменить. Нужны интеллигенты для этого. Но, конечно, с проками вообще не везло. Просто жесть. Давайте вот это вот. Это тоже даст нам очень много торцала на обложение. А за счет этого очень много денег. Неужели это британская попытка высадиться? Похоже на нее. Кстати говоря, если мы откажемся от какого-то из казусов Белли, то мы можем даже забериться. Ну нет, я хочу и репарации. Ну и, очевидно, независимости отдавать не хочу. Как я люблю подробности. Вы знаете, кто побеждает? Нет. Я тоже. Ну кто-то побеждает. Здесь британцы, да. И это очень странно, потому что у нас войск типа больше. Атака у нас типа лучше. Проигрываем все равно мы. Почему? Ладно, на фоне этого я согласен так вот замириться, потому что здесь происходит какой-то бред. Здесь-то понятно, да, у них атаки уже больше, но там точно... Ну, я не могу сказать по подробностям. Скорее всего, у меня просто были незарегененные войска. Так, скорее всего, и есть. Ну ладно. Независимость так независимость. За отмену рабства в Индаури. И за краш игры. Прекрасно. Так, я загрузился ток раша. И здесь мы, кстати говоря... Я уже немножко сориентировался, да. И получил ревностный патриотизм. И мы теперь даже можем перейти в атаку. В скобочках это бомжи идут в атаку, да. И ничего не получают. Но в целом, наверное, я бы этими тоже ребятами хотел перейти в атаку. Чтобы британцев сбросить обратно в море. Так что да, можно. И мы сможем это сделать, вопрос... Да. Сможем. У нас стата лучше. И нас просто больше. Так что британцы сейчас пойдут домой. Или не сможем. Потому что... Внезапно... У них доехали сюда войска дополнительные, видимо. Их стало больше. Ну-ка, можно без краша? Спасибо. Независимость от менорабства. Отлично. Так, у нас кончился... Нет, не кончился инвестиционный фонд. То расходы понятны от этого. И сейчас будем оптимизировать наш баланс. А, ну и ребята, которые анонсируют. Давайте посмотрим самых больших. Вновь еще видно мевар самый большой. Будем потихоньку все интегрировать. Ну, у меня там все говорили, что сложно сделать Индию. Хз, не вижу в этом проблемы. Возможно, они начинают непонятно за что. Возможно, они хотят за Сикха взявать Индию. Это, да, возможно, сложно. За Останскую компанию я вообще не вижу проблем играть. Такая же страна, как Китай. Все ресурсы есть, проблем нет. И у нас от закона творилась бюрократия, от ивента. Какое-то можно же увидеть. Блин, где-то, где-то, наверное, можно, а где-то, наверное, нет. Нет, нельзя так, наверное, нормально видеть. Да. Ну, окей. Ладно. У нас еще подстраиваем ее бюрократии, потому что она в любом случае нам понадобится, но... Но нет, мы не можем. Блин, вот этот вот минус... Минус бюрократия от закона очень неприятно по нам ударил, на самом деле. А еще пришло время оптимизировать наши расходы, да? Потому что у нас рынок поменялся совсем. Поэтому давайте-ка резко начнем покупать. Ну, у британцев, причем бы, нет. Потом подоптимизируем свои, построим. Конечно, у нас бюрократия сейчас на это будет еще больше уходить, но что поделать. А, вот куда у нас еще, кстати говоря, бюрократия уехала так сочно, да? Это в... Из-за нехватки бумаги, я подозреваю. Давайте у цены покупать в Британии покупать, не стесняемся. Взрывчатку, вот я так сказал. Ну, давайте у французов тоже. В серу. Французы. Поехали. Я решил исправить проблему радикально. Сменил вот здесь вот закон. Отменил переход вот сюда. О, кстати говоря, назначаемые чиновники принялись. Это, кстати говоря, нам тоже очень, видите, как приятно сразу стало. Очень поможет. Достроим еще бюрократию, но уже наша экономика расцветает, расцветает, эх. Вот сейчас налоги полетят. Думаем сразу, что будем в следующем брать, но надо налогообложение поменять тоже. Хотят этого вооруженные силы, пускай они этот закон и толкают. Смотрите, символоводельцы просто уже страдают. Помните, у них было 70%, теперь 33%. Так им и надо. Вышли мы из кредита. Потихоньку я налаживаю нашу торговлю. Кстати говоря, что у нас по опиумным вопросикам. Теперь смотрите-ка, британцы теперь будут покупать их с пошлинами. Так и надо. И цинско-остодиски. Цинни у нас сам покупают опиум. Отлично. Наш план работает. Единственное, теперь мы наш строительный сектор можем реально увеличить до нормальных таких пределов, да. Потому что потенциал налогообложения мы бы остановили хорошенько так. С отменой вот этих всех неприятных законов. И сейчас мы еще налогообложение вот это поднимем, да. Смотрите, здесь нам нужны еще селяне и промышленники. Давайте-ка сделаем вот так. 47 процентов. Ну, можно и принять с первого раза. Ну, а можно и не принять. Принять со второго раза. Блин, по каким-то неизвестным для меня причинам с цином у нас отношения все это время ухудшались. Теперь стали минус 100, они наложили на нас эмбарго. То это неприятно. Кстати говоря, мы сразу стали на шестое вместо ПВД. По ВВП мы немножко подпросили. Видите, здесь Франция и Британия вырвались вперед, но это только временно. Пока мы не покроем все наши необходимости здесь, с бюрократии не доразберемся. Ну, вроде уже почти. И сейчас мы начнем уже нереальное производство. А вот мы приняли налог на душу населения. Отлично. Еще больше наши доходы повысили. А самое главное, приближаемся мы к вот этой вот реформе. Нам нужно еще рабство запретить. Вот это сложное задание. Радикализируются сразу с ними владельцы. С ними надо что-то придумать. Сильное неодобрение, видите. Хотя у него умеренные взгляды. Любопытно. А ну вот они, видите, за рабство. Ну, они же революцию реально попробуют делать, верно? Если... Ну, сейчас давайте попробуем. Ну-ка, промышленников, интеллигентов можно поставить. Попробуем запретить. Ну, наверное, бомбанут. Может, нет. Ну да, смотрите, критическая. Революцию сразу. Сиграем мы все. А, нет, ладно, не забузили. Нет, забузили немножко лоялистов. Ну, плевать. Ну, не получилось так, не получилось. Давайте подумаем, наверное, над правами на собрание. А декорализация англиканцев... Потерпят? Ну-ка, потерпят, либо не потерпят. И нет, не потерпят. Ладно. Опять забузили, да? Нет, в этот раз нет. Затопление, господи, ну, хватит. Хватит, ребята, плохих ивентов нам. Ну, что нам остается? Просто сидеть и ждать, пока землезельцы станут слабее, как будто. Ну да, у них есть куча от генералов всего. Давайте их обратно в правительство поставим. Будем думать, что мы можем сделать себе. И еще больше мы делаем построек. Я еще полностью Южный Бенгалю застроил ими. Потому что я посмотрел, что он, наверное, очень хороший баланс. И это мы не расходуем инвестиционный пул. Ну, потому что мы строим не те постройки, да? У нас все-таки аграрность все еще. И свободная конкуренция вряд ли в ближайшее время придет. Надо нам, знаете, чем заняться? Значит, поддержкой, я думаю, восстанет и достану. Я не вижу смысла пересаживаться, наверное, да? Там все то же самое, даже немножко хуже монархия. Да нет, нам это не нужно. Давайте подавляем. Ну и достаточно быстро это произойдет, я думаю, да? Там только Дели. Немножко неприятно, потому что мы потеряли ВВП. Мы тогда застраивали что-то. Но в основном у нас все в Северной Бенгалии. Так что не сильно страшно, что у нас с возвращаткой проблемы из-за того, что у нас... Блин, это неэффективно сейчас было. Из-за того, что у нас слишком много удобрений, их никуда девать. Пытаемся их продавать. А возвращатка этим строят, потому что производится на том же заводе. Ну, что поделать с этим? Я думаю, уже пора нам, в принципе, делать нечто вот такое. Как-то вот так, казуально, да? Начинаем нашу индустрию. Мы, в принципе, сейчас покроем все наши недостатки, да? Можно еще немножко сахара, на самом деле, подстроить. И после этого уже можно начать на полную производить то, ради чего мы здесь все, собственно говоря, собрались, да? Здесь нельзя, жалко. Давайте как-то вот так. По сахару и потом начнем. Ну и очевидно, с Индостаном у нас проблем вообще не было. Останье, Сипаев завершено. Нам-то что-то даст? Ничего не дало. Жаль. Ну, вот ради реформации надо еще трапство убрать. Но это очень сложная задача для нас. Но это уже задача для меня будущего, так сказать. Так что мы эту серию, ребят, закончим. Мы уже стали независимыми. Начали потихоньку присоединять этих вот ребяток доктриной. Я слава богу, что узнал, что такое возможно. Хотя мне кажется, там не два года побольше, да? Потому что как-то вот все, оно недоступно и недоступно. Ну что, сейчас с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.